А вы знали, что циститом ежегодно болеет около 15 миллионов женщин? Немного. Понимаете? Тема острого цистита очень актуальна, потому что практически нет ни одной женщины, которая этим самым циститом бы не болела. Симптомы очень ярко выражены, и их достаточно трудно спутать с чем-то другим. К этим симптомам относятся жжение в уретре, рези при мочеиспускании, боли внизу живота. Многие женщины боятся интимной близости. Кто-то с ужасом думает о предстоящем отпуске, кто-то откладывает беременность из-за постоянных обострений. И казалось бы, что может быть проще, чем вылечить этот самый обычный цистит? Но до сих пор в его лечении допускается множество ошибок. Это заболевание зачастую недооценивают, и многие пациенты занимаются самолечением, не зная о том, что это может привести к ряду осложнений. А между тем существует определенный алгоритм действий, который вы должны соблюдать, почувствовав первые симптомы. Еще один немаловажный момент. Под маской цистита могут прятаться и другие заболевания. Например, миофасциальный синдром, гиперактивный мочевой пузырь, бактериальный вагиноз и другие. Поэтому не пренебрегайте таким простым анализом, как общий анализ мочи. Он поможет выявить истинный цистит. А в случае, если анализы чистые, необходимо искать другую причину этих жалоб. Что касается лечения, мы применяем определенные препараты, которые воздействуют именно на мочевой пузырь. Они работают строго в одном месте. Уже несколько лет запрещены к использованию системной антибиотики. Также доказано, что модификация образа жизни непосредственно влияет на количество рецидивов. Достаточно соблюдать правила личной гигиены, гигиены секса. Очень важен питьевой режим. Вообще, каждая женщина уникальна и с каждой нужно работать индивидуально. Разбираться в причинах, проводить полноценный осмотр тазового дна. Нужно задавать много вопросов, уточнять подробности образа жизни. И уже исходя из всех данных, назначать лечение. Все эти вопросы мы очень подробно разберем на вебинаре. Присоединяйтесь к нам, у нас будет очень интересно. Продолжение следует...